Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наш мир полон чудес! И мы приготовили для вас еще одно чудо! Продолжение сезона Орел и Решка чудеса света! В новом сезоне мы объедем все континенты, чтобы увидеть 20 самых удивительных мест нашей планеты. Нас ждут бескрайние пустыни и необитаемые острова. Самые веселые праздники и самые страшные обычаи народов мира. Таких чудес света вы еще не видели! Ну я же говорил, будет круто! Наслаждайтесь! Хочу все! Смотри, у тебя тоже кабриолет! Как тут круто! С премиальной картой Мастеркард могу позволить себе все что угодно! Всем привет! Это Орел и Решка чудеса света! И мы прилетели в Таиланд на райский остров Самуи! Ну разве это не чудо? Ты заходишь в самолет в куртке и брюках, а выходишь в купальнике и босоножках! В купальнике! Райские острова! Массаж би ту би! Знаешь, как это класс-то! Алина, рот об лобстера, не порви! Когда устал от вечной слякоти, надоело кутаться в пуховик и ежиться от ветра и снега, есть спасение! Райские острова Тайланда! Это настоящее чудо для всех жителей северных широт! Казалось бы, мало ли в мире тропических островов, но только тут все так чудесно сложилось! Потрясающая природа и миллион развлечений за смешные деньги! Начнем мы с острова Самуи! Тех туристов, у кого хватает денег, в аэропорту Самуи забирают трансфер от отеля. Либо они берут такси. Те, у кого денег поменьше, едут на рейсовом автобусе. Но если прогуляться 40 минут до остановки местных маршруток, то можно нехило сэкономить и доехать на пляж всего за полтора доллара. Я представляю, как сейчас дома выбегаешь из аэропорта и скорей-скорей в машину или в такси на печку максимум, чтобы греться. То ли здесь, совсем другое дело. Ну, волшебство происходит. Кабриолет на островах Таиланда – самая правильная тачка. Соленый морской воздух, ветер в волосах, солнце на плечах, за каких-то 350 долларов в сутки. Кабриолет на островах Таиланда Мы прилетели на Самуи. Это один из самых больших островов Таиланда. Примерно 20 на 20 километров. Выглядит райски. В центре горы и непролазные джунгли. Берега плещутся в лазурной воде Сиамского залива. А вокруг острова с золотистой каймой тянутся километры пляжей, пляжей, пляжей. Пальмы, пальмы, как это красиво! Пальмы – визитная карточка острова. Говорят, тут их больше трех с половиной миллионов. О, интересно, что на Самуи на законодательном уровне нельзя строить здания выше пальм. Представляете? В основном здесь одноэтажные, двухэтажные и максимум трехэтажные домики. Это все для того, чтобы высокие бетонные коробки не портили райский вид острова. Я себе немножко иначе представляла проехаться по набережной Таиланда. 33 градуса жары, ребята! Первая проблема – это то, что ты быстро сгораешь, у меня жутко пекут руки. А вторая проблема – это запах канализации. Здесь так воняет и хочется закрыть поскорее окна, закрыть машину и включить кондиционер. И вот самое обидное, что по навигатору видно, что море вот тут рукой подать справа. Но я его не вижу, потому что здесь одни маленькие домики, ларечки, машины. Где море? Зачем я брала кабриолет? Кого я обманываю? Да. Немного легче. Даже без кондиционера легче стало. Фу. Какая х** идея была не взять тачку и фигачить пешком по этой зоре. Фу. Это нереально. Саня, ты снимаешь это все? Все, все, дай мне высказаться. Блин, реально, ребят, если собираетесь ходить по острову, а тем более успеть посмотреть все достопримечательности, возьмите байк, не знаю, арендуйте какое-нибудь дешевое такси, торгуйтесь, но не ходите пешком. Это адски жарко. Не делайте, как я. Фу. Из всех островов Таиланда Самуи считается самым солидным курортом. В отличие от Фукета или, скажем, Ко Чанга, тут огромный выбор шикарных вилл для миллионеров. Мой выбор пал на люксовую сеть Миска Ван Лакшери. Здесь я арендовала себе виллу за безумные две с половиной тысячи долларов в сутки. Моя вилла Миска Ван. В переводе означает сад Будды. Класс, как красиво! Это и правда что-то очень божественное. Море! Наконец-то! Мой кусочек моря! Ну, как мой. В Таиланде, в принципе, нет частных пляжей, они все общественные. Да-да, даже за две с половиной тысячи долларов на пляже рядом с богачом могут лежать люди из дешевого хостела и стряхивать на него песок со своих полотенец. Ну, я первая с утра займу лежак свой. Ну что, давайте посмотрим, что еще получает человек на этой дорогущей вилле. Вилла – это слишком скромно сказано. Скорее, это целый приватный мини-отель на берегу моря, в который входят несколько домиков, служебное помещение и беседка с видом на море. Главная роскошь моей виллы – это собственный бассейн с регулируемой температурой. Внутри роскошная гостиная. Просторная кухня. Пять огромных спален на 12 человек. И даже слоники из полотенец. Конечно же за всей этой красотой, лоском и шиком должен кто-то присматривать. Я сейчас не только про виллу. Привет! Привет! Меня зовут Алина. Меня зовут Алина. Вас зовут Алина. Я молодец. Говорят – богатым плохо спится. Все за денежки свои переживают. А вот я сплю отлично. потому что моя премиальная карта Мастеркард бесконтактная. При оплате даже передавать никому не надо. И деньги в безопасности. Через 40 минут я наконец-то добрался от аэропорта до остановки местных маршруток Санкт-Эо. На них можно доехать до пляжа. На Самуи и вообще в Таиланде это самый популярный вид общественного транспорта, что удобно, ходит везде, как у нас автобусы или троллейбусы. Санкт-Эо. Название-то какое? Звучит как песня грустной тайки, но на самом деле переводится очень просто – две скамьи. Почему? Потому что вот две скамьи, внутри вот такие звоночки по всему периметру, чтобы водитель знал, когда останавливаться. Ну и в принципе все. И на пляж. Чтобы попасть на пляж, нужно искать просвет между отелями с табличкой паблик роуд. На острове первым делом нужно ехать на пляж Ла Май. Здесь четыре с половиной километра бархатного песочка. Вода всех оттенков голубого и зеленого. Водица тепленькая, и ведь никто ее не отключит. Что еще нужно для счастья? Солнце, море, песок, пальмы. Просто чудо. Когда вы слышите о Таиланде, какие ассоциации первыми приходят в голову? Какие? Ну конечно же тайский массаж, мне кажется это отдельное чудо света. И так как это моя работа, я должна попробовать все массажи на самуи, а их тут много. Возможно сейчас я буду пускать слюни в камеру, и это означает только одно – классический тайский массаж. О! Ау! Ай! Меня проверяют на гибкости. Ау! 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 Больно! Растягивают мне ноги, Олег. С виду мне эта девочка казалась очень маленькой и хрупкой. А по ощущениям на мне сверху увесистый мужчина. Массажист буквально всем телом наваливается на тебя и массирует. Слышали, как хрустнула? Ой, такие теплые мешочки и пахнет травами. Я сначала скептично отнеслась к этим мешочкам, ну мешочки и мешочки. А у тебя тут еще параллельно ингаляция получается. И говорят, нервная система успокаивается. В общем, я провела некие исследования, просто хочу сказать, что тайский массаж – это очень-очень круто. На пляжах Таиланда часто можно увидеть европейских мужчин за руку с тайскими девушками. Это не просто дружба, а нелегальные эскорт-услуги. Здесь это очень популярное явление. Тысячи мужиков, в том числе женатых, приезжают на острова только за этим. Чтобы сохранить их семьи, мы заретушировали им лица. Правила такие. Если турист хочет просто прогуляться в обществе тайской девушки, надо заплатить 10 долларов в час. Если приезжий рассчитывает еще и на интим, его здесь называют бум-бум, придется выложить минимум 50 баксов за час. Есть и дополнительные условия. За девушку нужно платить в кафе, оплачивать ей вход в ночные клубы и коктейли, покрывать расходы на бензин и дарить подарки. Но если у вас мало денег или вы не по этим делам, то с местной тайкой можно просто познакомиться. Во-первых, они веселые и общительные. А во-вторых, их общество может очень даже пригодиться. На пляже я познакомился с девушкой Амандой, которая согласилась погулять со мной по острову. Ну а я как джентльмен пообещал везде за нее платить и угощать. В Таиланде есть не только разнообразные массажи, но и достаточно необычные массажисты. И мне кажется, сегодня тот первый мой случай, когда перед массажем хочется наиграться с массажистом. Ой, она поцеловала меня. Поцеловала меня. Ты такая крашовица. Немножко страшно. Ой, как это так приятно. Казалось бы, такое большое животное, а прикосновения очень нежные. Вот эти движения, которые она делает хоботом, очень схожи, знаете, массаж, который делает банками. Ой! А когда выдыхают струю воздуха, ты очень хорошо ее ощущаешь. Это тоже массаж. Ой! Ой, как приятно. Прям муха, блин. Она, знаете, как-то… Ну вот как засосе на лице потом объяснить после командировки никак. Конечно же, слоны массажистами не рождаются. Чтобы заставить маленького слоненка делать движения хоботом, тренер постоянно силой дергает его за ухо. Если бы я знала, что с ним так обращаются, то не стала бы делать такой массаж. Хочу тебе сказать спасибо. Тэнкью. И я тоже. Я чувствую себя героем какой-то голливудской романтической комедии. Мы едем с красивой девушкой на байке. Развиваются волосы на ветру. Вокруг Пальмы, райский остров. Но чудеса! Дружба с Тайкой для обедного туриста – это очень выгодно. Она одновременно и водитель, и переводчик, и экскурсовод. Если хорошо попросить, она покажет самые интересные места на острове. И первое место, куда меня повезла Аманда – кокосовая ферма. Кладбище кокосов. Уау. Уау! Мы пришли с миром! Плохая встреча! О, как он это быстро делает! Это местная придумка ленивых тайцев. Чтобы самим не лазить на верхушку пальмы за кокосами, они научили обезьян делать эту работу за них. Аманда говорит, что они же реально обучаются в школах и там процесс обучения, во-первых, это не дешево для хозяина, больше тысячи баксов, а во-вторых, они там учатся в школе от трех до шести месяцев. Но зато такой работник гораздо выгоднее, чем человек. Обезьяна может работать без выходных на протяжении 15 лет и в день собирать по полторы тысячи кокосов. При том, что человек срывает всего триста. Обучение обезьян проходит на вот таких тренажерах. Аааа, какая ты тяжелая. Картина «Три обезьян». А сейчас мы расскажем вам, как готовится кокосовое масло. Скажи да. Да. Правда она у меня хорошенькая? Вот здесь кокосы чистят, да? Да. А вот здесь отделяют от скорлупы, да? Да. А вот эта машина из этого делает вот это. Да? Да. Весь моя покладистая. Да. Кстати, именно из этой стружки и делается та самая знаменитая шоколадка, которая не платит нам деньги, чтобы мы называли ее торговую марку. Кстати, и реклама этой шоколадки снималась здесь, на острове Самуи. Да? Да. Ты же моя сладенькая. О, вот эта штука называется росток жизни. Мало кто знает, что самая полезная и сладкая в кокосе – вот эта сердцевина. Отсюда начинается пальма и все полезные вещества и свойства концентрируются вот здесь, да? Да. Как будто яблоко ешь, но с кокосовым привкусом. Красавчик я, да? Да. А вот здесь из стружки выжимается масло, да? Да. Это тайская кошечка. Потом масло должно забродить в течение 48 часов. Оно потихоньку отделяется от молока и поднимается наверх. Осталось только разлить его по бутылышкам. И вот оно тут на прилавке магазина и всего за 580 бат за литр. Маленькую возьмем, да? Да. О, ну тем более 90 бат у меня маленькое, масло маленькое, но сегодня хватит. Раз уж у меня безлимитная карта, то мне положено смотреть на самое дорогое, что только может быть на островах Таиланда. Прямо сейчас я прикоснусь к одному миллиону долларов. Это очень-очень ценная, назовем ее вещь. Дело в том, что один грамм вот этого стоит 100 долларов. Для сравнения, один грамм золота стоит 47 долларов. Уаа, оно выглядит очень странно. Знакомьтесь, это амбра. Что же это такое? Воскообразное вещество, которое образуется в пищевом тракте у кашалота. Твердые остатки кальмаров, которые съел кашалот, начинают раздражать его кишечник изнутри. От этого получается комок слизи, который выходит наружу вместе с калом. В чем же такая ценность? Дело в том, что амбру используют в парфюмерии как фиксатор запаха. Вот все ваши стойкие духи в составе имеют вот такую амбра. Амбра – одно из самых редких веществ на планете. Никто не знает, где и когда ее найдут. Ребята, приезжаем отдыхать, время зря не теряем, с детьми ходим у кромки воды и ищем золотые слитки. После кокосовой фермы Аманда показала мне еще одно диковинное место на острове – змеиную ферму. Их, да! Их! 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 Их ты отдыхаешь! Их! 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 Их да! Ааааааа. Возвращение кожи, в больницу, в больницу и в больницу в больницу. Мне нравится cost. Аэээ, я сейчас觸�аю кобру. Нет, кобру. Что-то он говорит, что она спит. Она смотрит на меня, она смотрит на меня. Не надо так делать. Да что она делаешь, он сумасшедший какой-нибудь. Идите вы в задницу. Идите. Всегда такая огромная клетка и надо зайти. Он прямо у входа. В этот момент наш оператор сделал ужасную ошибку. Зашел в клетку и разбудил питонов. Саня, у него не все в порядке с башкой, Саня. Мы просто уйдем отсюда. Саня. 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 Грибнистый крокодил – самый большой и самый опасный крокодил на планете. Он живет в зарослях мангровых деревьев на берегу моря. Его зубов боятся и тигры, и акулы. Саня. Они должны уйти, но смотрят collectorsу в карточке. Зам. Как я – кому прямо policy? Вы знаели? Садись! – Хорошо. – Вот – – Он просто, он просто огромный, просто огромный. Я думаю, у него гораздо острее и шершавее хвост, он очень мягкий. Он открыл глаза, он открыл глаза. А еще? Но тут до пасти осталось меньше метра просто, если он просто повернется и начнет все, то все. Он даже тут какой-то огромный. Такое чувство, что он переваривает такого же дебила. Это парк потрясающий для людей без чувства самосохранения. Тут каждое существо пытается тебя убить, включая нашего гида Змеилова. Поэтому на один раз сходить хорошо, а второй раз ты можешь сюда и не прийти уже. Лучший ресторан для нас с безлимитной картой – Три Топс. Здесь миллионер может уединиться в беседке, спрятанной высоко в кронах деревьев. А вид какой. Море, пальмы. Мне кажется, благодаря этому все будет немножечко вкуснее. В ресторане богачам подают комплексный обед из блюд высокой кухни за нескромные сто семьдесят долларов. Итак, сегодня я попробую. Маринованные филе кефали с черной икрой и огуречным льдом. Как же это вкусно! Обжаренное филе снежной рыбы в зеленом карри. Ой, что-то не вкусно. Главное не трогать этот помидорчик, он отвратительный. А вот рыба… Господи, это райское наслаждение. Тушеные ребра быка породы ангус с трюфелями и свеклой. Как это вкусно! Оно очень мягкое, очень нежное. Просто уникально. И авторский десерт – запеченное яблоко в стиле штрудель. Да, это штрудель. И да, это вкусно. И стоит потратить на это деньги. Точно да. Бедный турист, чтобы поужинать на Самуи, идет на уличный рынок за дешевой едой. Ассортимент тут не меньше, чем у Алины в ресторане. Оу, фантастика! Кстати, вот еще одно преимущество знакомства с тайской девушкой. Она посоветует лучшую и недорогую тайскую еду. Еще и поторгуется. Аманда посоветовала салат с куриными лапками. Ощущение, как будто бы жуешь хрящ какой-то или такую полуражеванную медузу, уже побитую морем. Салат с морскими водорослями. И крокодильи ребрышки барбекю. Такое сочетание куриного мяса и немного белой рыбы. Вот что-то среднее между ними. Очень даже здорово. И все это всего за смешные 9 баксов. Найдем ученые жопки. Продолжение следует... Орланд, солнце, коронавирус. Спасибо большое. Пока! 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 Бай, я тебе позвоню. У меня, правда, нет твоего номера, но я позвоню. Ну да ладно, раз уж мой мозг больше не занят прекрасным полом, расскажу о своих планах. Вот это остров Самуи. Ну тут написано большой, шумный, загрязненный, рядом с ним еще один. А вот рядом, говорят, невероятно чистый, красивый и необитаемый остров Комацу. Ну, не совсем необитаемый. Говорят, на нем живут необычные обитатели – хрюшки. Из-за этого остров даже прозвали «свиным». Куда я и направлюсь? Кстати, за очень небольшую разумную денежку – на лангтео. Не знаете, что такое лангтео? Сейчас. Вот она – лодка, выполняющая функцию маршрутного такси на 10 человек. Кстати, стоимость можно поделить на всех. Ну теперь-то поняли? Поехали. Две тысячи бат за пятерых в лодке. Это 66 баксов. Для одного – очень приличная сумма. Нужно дождаться попутчиков. Вместе дешевле. Вечерних развлечений на острове практически нет. Хотя, стойте, есть только у богачей, которые могут устроить вечеринку на своей вилле. Ну чтож, мне кажется, просто отлично! Глупо снять такую огромную виллу и этим не воспользоваться. Поэтому я позвала к себе всех соседей по пляжу. С тобой это чудо! Вау! Людей собрать не получилось, но лодочник сделал мне скидку и отвез меня на Ко Матсун одного за тысячу бат. Дорого, но зато я побываю на одном из самых необычных островов мира. Ну вот, мой личный необитаемый рай. Ни людей, ни зверей, ни аманды. Ночь. Темно, хоть глаза выколи. Куда идти – непонятно. Хорошо, что тайские острова находятся в тропиках, где вечное лето. Поэтому можно не тратить деньги на отель, которых у меня и так не осталось. И без проблем заночевать на пляже. Уже не терпится лечь. Спокойной ночи. Каждая крутая вечеринка должна заканчиваться фейерверком. Но у миллионеров на тайских островах модно заказывать себе приватное фаер-шоу прямо на берегу. Ого! 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 Да, это очень весело! Это очень весело! Это очень весело! У меня ощущение, что я режиссер голливудского фильма. Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra, стократный спейс-зум, можно все рассмотреть, как будто это совсем рядом. Могу делать крутые фото и видео даже при минус сорока. Он не только все снимет, но еще и фильтров добавит. Ну вот. Осталось только выбрать, что из этого запостить в ленту. Поспать толком вообще не удалось. Дурацкая была идея заночевать на острове. Я жребер не чувствую из-за этих банановых листьев. Я весь в трупах каких-то неземных тварей, которые всю ночь меня атаковали. Уже пахнул островитянином. Обалдеть, как за ночь поднялась вода. Сейчас полчаса я был бы уже на Пхукете. Все. Доброе утро. Ой, такое приснилось, будто я владычица морская. А золотая карта – это рыбка. А нет, не приснилось. На что еще можно потратить две с половиной тысячи долларов? Самый шик – это арендовать быстроходную яхту и отправиться в круиз по райским островам Таиланда. Природа наградила Таиланд сотней островов. Они густо разбросаны вокруг материковой части страны. Есть большие, как Самуи. А есть совсем крошечные. Но все, ах, какие красивые. Высокие, скалистые, покрытые сочными джунглями и с укромными секретными пляжиками. Еще недавно они были необитаемы. А сейчас притягивают миллионы туристов. Яхта привезла меня к одному из самых удивительных островов Таиланда – Нанг-Юань, что переводится как морская черепаха. Нанг-Юань – это целых три острова, связанных между собой золотистыми песчаными отмелями. Сверху напоминает экзотическое золотое ожерелье с зелеными бусинами. Для каждого путешествия у меня есть свой плейлист. Для Таи я подобрала экзотик чилл. Наслаждаться музыкой очень удобно. А регулировать громкость можно всего одним прикосновением. Вау, вот это мощность и качество звука! Если приехать на остров рано утром, то можно застать его в максимально райском виде. Во время прилива море покрывают отмели и можно ходить по воде. Да, ребят, я проверила. Это действительно филиал рая на земле. Но только до 10 утра. В 10 утра к острову приплывают лодки и на райские пляжики, как саранча, налетают толпы туристов. Они пачками выгружаются из лодок. Табунами бегают по песку. Бултыхаются с аквалангами, масками и с надувными кругами. И фоткаются, фоткаются, фоткаются! Ну а все, я так не играю. Где вот этот все безлюдный остров, райский? У меня же много денег! Ну что ж, давайте познакомлю вас с островом, на который приехал. Ко-Мацум. Вернее, с его главной достопримечательностью. Вот оно, местное чудо! Чудесное свинство! На острове Ко-Мацум живет 8 свинок. И они не закрыты в свинарнике, а бегают где вздумается и клянчат у туристов картофельные чипсы. Оп! Свинка! Оп! Морская свинка! Иди сюда грязное животное! Давай сало! Давай мясцо! Давай-давай-давай, иди сюда, дорогой! Их завел хозяин острова, ну, видимо, в гастрономических целях. Но они так полюбились туристам, что остались тут. В результате тройная выгода. Ему не нужно тратиться на корм, а люди счастливы и делают классные фотки. Ниф-ниф, наф-наф, Алина. Эть! Такое большое, жирное, мясистое стакилограммовое чудо. Все, вези меня обратно на Самуи, погнали. Погнали, погнали, туда, туда, туда. Сэкономим на лодке. Ваши любименькие. Сто баксов на Самуи. Нашу островную бутылку ищите на Самуи под камнями у ступенек смотровой площадки «Лад Кох» рядом с домиком для духов. Для бюджетного путешественника острова Таиланда – это просто Эдем. Тепло. Вкусно. Недорого. За каждой пальмой прячется какое-нибудь чудо. А какие тут девушки! Да, 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 да. Ты же моя сладенькая. А вот богачу здесь не уединиться. Любители тайских островов найдутся даже на самых диких пляжах. Но если тебе по душе отрыв и тусовки, то здесь не соскучишься. Это идеально для первого свидания. У него не все в порядке с Баргой. Ну вот как засосан на лице потом объяснить? Ты чувствуешь, что он переваривает такого же дебила. Оно выглядит очень странно. Ниф-ниф, наф-наф, Алина. Эть! Ой, хоть бы не пришел, хоть бы не пришел, я пойду гулять со своими друзьями. Устроим пул-пати. Останемся здесь еще. У Регины Островская. Что? Привет, Евсень. Все, как серьезно дела? Антош, ты знаешь, я, наверное, впервые была с золотой картой и все было идеально. Поподробнее. Я не ела никакую гадость, просто все было мааа. Я хочу остаться. Ну так в чем дело, остаемся. Это были Орел и Решка, чудеса света. Спасибо. Ладно, не на такую реакцию я рассчитывала. Так, парень, пора тебя остужать. Поехали дальше. Нас уже ждет следующее чудо – волшебное северное сияние в Норвегии. Ребята, пока! Пока, пока. Следующая страна, кстати, будет попрохладнее, я знаю. У меня есть связи.